Если вы зарегистрировались в качестве клиента Fibagroup, то для того, чтобы начать торговлю на рынке Forex, вам необходимо скачать и установить торговый терминал. Это программа, через которую вы сможете подключиться к торговым серверам нашей компании. Скачать терминал можно с сайта официального разработчика MT4, но если вы выбрали Fibagroup в качестве партнера, рекомендуем скачивать его по ссылке с нашего сайта. Только в этом случае вы установите программу, уже настроенную для работы с торговыми серверами Fibagroup. Первый вариант установки торгового терминала. На сайте Fibagroup скачать терминал можно из одного из двух разделов. Раздел «Продукты» – «Торговые платформы». В разделе «Платформы» вы выбираете торговый терминал MT4 или же из раздела «Клиентам» под раздел «Платформы». Скачивайте и устанавливайте программу. Второй вариант. Скачать MT4 можно также из вашего личного кабинета клиента, из раздела «Платформы и приложения» на сайте Fibagroup. И третий, последний вариант установки торгового терминала. При регистрации первого счета мы отправляем клиентам письмо с информацией о том, как подключить счет к торговому терминалу. Нажмите в письме на гиперссылку «Скачать», откройте скачанный файл, поставьте галочку, что вы согласны с условиями, нажмите «Далее» и готово. Выберите сервер Fibagroup MT4 Demo Server для демо счета или Fibagroup MT4 Real Server для реального счета. Нажмите кнопку «Далее». Поставьте галочку напротив поля «Существующий торговый счет». В предлагаемом поле введите регистрационные данные из письма. Обратите внимание на то, что в этом поле необходимо ввести данные доступа к счету, которые были отправлены на ваш имейл после открытия счета. Данные доступа к личному кабинету и к счету отличаются друг от друга. Нажмите кнопочку «Логин». Если вы все сделали правильно, то в правом нижнем углу экрана должны отобразиться цифры приема передачи данных. Это значит, вы успешно подключились к счету. Если в этот момент у вас недоступна опция «Новый ордер», значит вы зашли как инвестор. Вам необходимо перелогиниться. Для этого в окне «Пароль» надо заново ввести основной пароль, он указан в письме под логином. Если отображается сообщение «Неверный счет», значит введены неверные данные, логин, пароль или сервер. Попробуйте ввести все заново. Все эти данные указаны в письме в одном блоке. Попробуйте скопировать их и ввести заново. Мы настоятельно рекомендуем вводить пароль посредством копирования вставки из письма компании, потому что если вы вводите пароль вручную, всегда существует вероятность ошибок. Перед вводом данных вручную убедитесь, что на вашей клавиатуре выбрана английская раскладка и отключена функция «Капслок». Если отображается нет связи или общая ошибка, значит есть проблема с интернет-соединением. У вас, либо у вашего провайдера. Кликните левой кнопкой мыши по данному сообщению и выберите «Пересканировать серверы». Если ошибка сохранится, проверьте состояние вашего интернет-соединения на компьютере и повторите попытку. Иногда это нужно сделать несколько раз. Но если проблема не решится, попробуйте в окне логина ввести адрес сервера вручную. Или скопируйте и вставьте его из письма. Не забывайте о том, что у вас есть возможность связаться со службой технической поддержки по телефону или в чате на сайте. Мы всегда можем проконсультировать вас по подключению терминала, установленного одним из перечисленных ранее способов. Теперь торговый терминал успешно установлен и настроен. Поздравляем! Доступ на рынок Форекс для вас открыт. Попробуйте открыть первую сделку.